Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Chevrolet Aveo 2009 года выпуска. Двигатель 1.4 механика, передний привод. Пробег на автомобиле 198 тысяч километров. Заменю на нем сальники в коробке передач. Один из них побежал на привода. И заменю масло в коробке передач. Поднимаю автомобиль, снимаю оба колеса и откручиваю привода. Поднял автомобиль, вот видно масло в подтеке, бежит с правого привода. Левый сухой. Тут в принципе все должно быть не очень трудно. Откручиваю гайку привода. Головка на 32. Здесь вот гайка завальцована. Выбивать ее не буду. Я все равно, если даже ее начну вытаскивать, я ее порву. Поэтому беру потихонечку и откручиваю. Фиксирую отверткой через вентиляцию в диске. Вот про что я говорил. Потихонечку она выворачивается. Откручиваю гайку до конца. И откручиваю гайку... Так, солнце. И откручиваю гайку шаровой опоры. Гайка на шаровой опоре на 19. Привод не попробовал двигаться. Он не двигается. Нормально. Гайку шаровой я ослабил. Здесь в принципе можно залезть съемником. Место позволяет. Но пыльник я не здесь боюсь повредить. Поэтому возьму два-три хлестких удара молотком в цапфу. Натягиваю вниз рычаг. Вот и все. Точно так же откручиваю с автомобиля. С другой стороны. А сейчас сливаю масло с коробки. Где у нас есть сливная пробка. Сливная пробка находится с торца под четырехгранник. Четырехгранник здесь на 10. Ставлю тазик. Масло в коробке тоже не менялось. Двести тысяч пробегов без малого масла. Чистенькое. На удивление. Коробку просто не дрючили. Но небольшой ежик на магните есть. Присутствует. Но масло шикарное. Ладно. Мы все равно зальем туда свежего масла. Ну как откручивать вторую сторону я показывать не буду. Все точно так же как и правую. Вторую сторону я точно так же разобрал. Пока разбирал масло у меня. Стекло. Закручиваю на место пробку. Подтягиваю ее. И снимаю привода. Один и второй. А вот с этим надо что-то подумать. Как его наверно за этот отлив перед пыльником стукнуть. Попробую сейчас. Вот за этот отлив. Камеру немножко переставлю, чтобы не стукнуть. Так вот видно. Не особо. Есть монтажка изогнутая. Подлезет, не подлезет. Все, пошла. Немножко там, немножко тут и пошла граната. Вот если посмотреть, куда я бил отлив перед пыльником, не в пыльник, а вот перед пыльником, вот в это место. А потом уже сбоку смог здесь монтажки подлезть. И с одной и с другой стороны выдерну. Остается нам теперь выдергивать сальник один и второй. Так, сейчас подниму камеру и добавлю света. Также беру монтажку, на излом поддеваю сальник. Чуть-чуть задел, пружинка сразу вылетела. Подхватываю пружинку. Сальник у меня в руках. Беру новый сальник, правый сальник под номером 945-80-313. Сальник оригинальный, но почему-то пришли они... Вот видно, пришли почему-то отдельно фасованные. Сальник идет сразу со смазкой. Но помимо этого, хотите вы или не хотите, пружинку я укорочу на 2,5 мм. Протираю немножко посадочное. И вставляю сальник на место. Оправочку я взял чуть побольше диаметра сальника, чтобы она у меня в торец коробки упиралась. И сальник глубоко не осадить. Сейчас камеру переставлю. Вот так вот. Потому что мне нужен молоток и мне нужно место. Вот так вот. Вот так вот. Сальник сидит на месте ровненько. Вставляю на место привод. Сам привод я сейчас немножко почищу щеткой по металлу. И смажу смазкой медной, чтобы в следующий раз он выходил при необходимости, когда понадобится, он выходил спокойно. Чищу. Чищу. Кита... Вот теперь устанавливаем. Смою немножко здесь подтеки масла обычным очистителем карбюратора. Смою. Мори. Ягод. КОНЕЦ Все. Привод сидит в коробке. С этой стороны я также его вставляю в ступицу и одеваю шаровую опору. Ставлю шайбу и наживляю гайку. Немножко смажу резьбу нашарвой. Тоже наживляю гайку и притягиваю ее. Ставлю сальник со второй стороны. Со второй стороны он у нас сухой. Но раз мы меняем, то мы заменим и его тоже. Двести тысяч. Сейчас может получиться так, что мы его не заменим. А через неделю он побежит. Поддеваю сальник. И беру новый. Дождь порадовал, расходится. Новый сальник тоже оригинальный. 945-35-473. Протираю посадочное вокруг. И вставляю сальник. Беру также оправочку и осаживаю сальник на место. Немножко неудобно. Возьму через оправочку. Удлинитель. Сальник сидит на месте. Так же чищу, смазываю. Сальник сидит на месте. Гранату. И ставлю этот привод тоже на место. Немножко вот так вот в бок переставлю. Гранату. Пирог. Немножко вот так вот. И так вот. Да. Продолжение следует... 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 Ставил в коробку и заливаю сверху. Самое удивительное, что уровневая и заливная пробка находятся выше привода. Это привод, купается здесь, картер низкий и маленький. Масло должно войти 2 литра. 2,100, если точнее, но я залью 2 литра. Масло буду заливать костро. 75 V90 Long Life, номер для заказа 15005D. Здесь даже можно так проверкать. И потихонечку вливаю. Спасибо. 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 1 литр ушел. Беру, открываю второй и продолжаю заливать. Ну, все получается, второй литр полностью ушел. Больше я заливать не буду, но я думаю, этого будет достаточно и масло побежит через верх. Пусть сбегает, а снизу посмотрю. Сейчас, когда шланг вытащу, посмотрю, отверстие большое, видно масло или не видно. Вот, если камера позволяет передать масло, видно в коробке, залитое. Так что, двух литров мне хватает. Закручиваю на место пробку и на этом замену масла и на этом замену сальников, привода и масла в коробке я закончил. Всего доброго. Всего доброго.